Я люблю белый, нет синий Не нужно быть там суперэкспертом, профи-кулинаром, чтобы прийти и начать готовить лапшу Это очень секретный рецепт Нет! Меня зовут Артём Меня зовут Дарья Мы являемся основателем Сначала у меня был выездной лимонадный бар, я сконцентрировался именно на лимонадах После я встретил Дашу, мы объединили свои силы У нее был проект Kitchen Stitchin, у меня был проект Easy Freezy Bar И мы совместно стали выступать на тех же самых разных предприятиях И в этот момент мы поняли, что такой проект гораздо более рабочий, нежели чем просто лимонады Еда и напитки все-таки лучше продаются и мы поняли, что систему нужно развивать и прокачивать Мы в один из выездов попробовали лапшу и там собрали огромную очередь просто перед нашим кортом И поняли, что как раз-таки это оптимальное сочетание понятности, вкусности, сытности, стресс-фудности и всего-всего-всего сразу И процессор Да, то есть удобная упаковка, удобные ингредиенты, все понятно, как готовить Нам понятно, людям понятно, здорово Так, как не все вообще Есть вот, мы с Артем, и есть два человека наши, семь инвесторов И с другой стороны было 600 тысяч, а с нашей стороны 600 тысяч, то есть полоски Вот, итого миллион двести Это хватило на полностью ремонт помещения На организацию кухни, на закупку оборудования На проработку, на первую большую, потому что она тоже достаточно финансово затратная И ну все, то есть поставить целиком работу, это денег хватило Мы все делали сами, вот абсолютно все делали сами Мы даже когда планировали дизайн помещения, накидывали референсы И наш дизайнер в основном нам помогал с коммуникациями То есть даже вот эту визуальную составляющую какую-то мы продумывали У нас не было никакого HR-а Мы сами искали всех ребят, команду Это тоже достаточно тяжело, потому что ни с чего С кустого, с чистого листа найти людей, привлечив Ну, очень много усилий требуется для этого То есть у нас не было до этого опыта ведения собственного бизнеса Не было опыта организации именно маленького пространства кухни Кухня у нас 10 квадратных метров всего Нам нужно было организовать там производственную линию Плюс заготовочница, плюс бар еще отдельно То есть вот эти три, да, кассу, хранение То есть склады, это все там на 10 квадратных метров И, соответственно, это все непросто И мы точно знали, что у нас в Лапшичной будет стоять маленький телевизор с Сегой Решили, что пускай это будут пиксели Потому что, потому что Сега, потому что Изи Изи это, да, типа уровень сложности Типа в играх же есть Изи, Нормал, Хард Вот, а это типа Изи С начала 2018 года, там, до 24 августа Мы все это время понемножку, понемножку, ну, продумывали концепцию В 2018 году в начале полностью поняли, что нам нужно делать собственный проект И были к этому уже готовы Сразу же начали активно искать помещение В феврале уже его нашли И, получается, до августа месяца Практически до сентября, потому что конца августа мы открылись Вот это вот все время мы просто думали, что там это делали Мы сейчас работали в шестой месяц В феврале шестого месяца И, ну, примерно срок покупательства нашего проекта 10-12 месяцев У нас есть часть лапши, которую мы делаем сами На парте-треске А есть часть той, которую мы закладываем в ростовщиков Просто что-то можно качественно сделать самим Что-то лучше закупить уже готовое Проще хранить, проще отварить и дешевле по стоимости Все мы берем в ростовщиков Если говорить про меню, то это, во-первых, наше интересное название Наше интересное сочетание И то, что все соусы мы готовим сами У нас есть три основных правила Лапшичные изи не курят Лапшичные изи не матерятся И лапшичные изи не воруют Так Это наше... Я ничего не забыла? Ничего, лапшичные изи не опаздывают Лапшичные изи не опаздывают, да Это уже просто стало настолько естественным, что лапшичные изи не опаздывают Первое, наверное, нужно хорошо выбрать продукт То, что популярно, например, сейчас в Москве, в Петербурге или в Нью-Йорке Это не так хорошо зайдет в твоем городе с продуктом Нужно быть аккуратней И выбирать то, что будет понятно и интересно Не только тебе лично, а и остальным людям Лейтмотивом страх присутствует всегда Мне кажется, это главный секулятор Когда ты боишься, но делаешь И при этом как-то справляешься с твоим страхом, борешься с ним Это уже от тебя как некрасивый человек Мы сейчас готовимся к внедрению новой такой крупной линии на нашей маленькой кухне И будем развивать немножко другой продукт еще На самом деле у нас очень много планов по поводу кухни Мы подхватываем новые тенденции, новые веяния Такие как эко-фуд, вегетарианство Нам очень близка эта тема И мы планируем также развивать ее На ладжи мы не собираемся в канал, скажем так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому